здравствуйте сегодня мы поговорим о том как заработать 5 на экзамене операции дай 5 вы говорите дай 5 а я говорю что вы заработаете я вам дам 5 конечно такие любимые персонажи из сериалов для того чтобы получить 5 на экзамене совершенно не обязательно быть каким-то мега ботоном достаточно просто аккуратно сделать все что показано в данном видео и конечно быть готовыми объяснить все мы проходили на лекциях можно представить свои конспектики опять же но в принципе в принципе достаточно внимательно просто этим видео ознакомиться конечно вы должны предварительно отсмотреть все предыдущие видео чтобы с этим разобраться можно назвать операцию пятачок чтоб 5 баллов в принципе это неплохо каждый каждый кого я видел в бою имеется у моей текущей группы все могут заработать 5 все умные все внимательные все умеют работ на компьютере поэтому давайте приступать требования для получения пятерки минимальные вы должны хорошо владеть парадигмами объектно-ориентированного программирования на капсуляции наследовали полиморфизм то что вы учились делать в предыдущих видео плюс хранение объектов связанном списке поскольку подразумевается что вы должны быть готовыми к тому чтобы писать сапр ну по крайней мере понимать как сапр пишется а это довольно развитый объектно-ориентированный код иначе будет программа слишком сложный мы с вами говорили что все парадигмы направлен на то чтобы сделать код понятным структурированным удобно читаемым и тоже могу спросить почему код должен быть объектно-ориентированным потому что дешевле разрабатывать дешевле сопровождать когда структуру кода более простая и понятная но здесь еще есть один момент о котором тоже говорили если вы создаете большую программу с структурированным понятным кодом то момент когда код станет запредельно сложным отодвигается в далекое будущее то есть мы тоже с вами говорили что по мере усложнений системы ее время на отладку или модификацию на добавление функционала будет увеличиваться чем увеличится катастрофически чем проще ваша структура кода тем более большую функционально насыщенную программу вы сможете написать ну или по крайней мере грамотно разбить между коллегами в коллективе кроме того вы должны уметь делать прототип интерфейс пользователя совершенно примитивный мы не будем на экзамене из-за задачи курса не входило создание полномасштабного интерфейса пользователя под операционную систему microsoft windows но вы должны хорошо понимать что такое окно что такое класс окна окно форма должны ориентироваться что такое модель делегирования ну или по крайней мере что такое отклик при нажатии на кнопку в хранении объектов да то есть это будет не жалкое подобие не надо говорить что вы сделаете там жалкое подобие интерфейс это некий прототип интерфейс пользователя там пускай будет формочка с несколькими кнопками в принципе достаточно для того чтобы на этой основе создавать более сложный интерфейс помню что хранение связанном списке есть какие мы структуры хранения данных уже посмотрели плотный массив и разреженный массив разреженный массив это все что не плотный массив но мы взяли какой-то конкретный вариант связанных список разреж vertical массив гораздо больше не обязательно связанный списка и двух связанный список которые рассматривали Как готовиться к экзамену, в принципе, большинство из вас аккуратно посещали лекции, поэтому, скорее всего, в памяти все начнет всплывать, надо поспать 6-7 часов, больше не надо, не надо высыпаться, не надо считать, что сейчас я сосредоточусь, а полдня схожу поплаваю или посплю, или что-нибудь поем вкусное, а потом сяду готовиться, нет, чтобы сосредоточиться достаточно буквально 1 секунды, все надо делать не напрягаясь, просто взяли и в момент сосредоточились. Можете загуглить такое на ютубе, посмотреть такое видео, я сейчас у меня тоже уже ближе к вечеру и, как вы понимаете, тоже небольшой фанат записывания лекций, которые я читал многократно, но такое видео только что отсмотрел, мне нравится, такие там интересные, забавные трюки под такую довольно разухабистую, такую бодрящую музыку, еще в этом видео хорошо, там разные трюки показаны на велосипедах, там в мотоциклах, и там есть два инвалида, даже на самом деле три инвалида вот этот кадр я показал, люди, которые превозмогают физические свои недостатки, тоже творят чудеса, я призываю вас там не имея недоставка в мозге, напрячься и вот эти оставшиеся дни и даже часы посвятить подготовку к экзамену, потому что пятерка это в дальнейшем жизни мы живем некими символами, оглядываясь в жизни, зная, что у вас там пять допустим, будут просить плюс плюс в институте, будет греть вам душу и в период неудач хорошо вас поддерживать. В принципе, если не будет пять, то тоже ничего плохого нету, но ваша задача стараться достичь этой пятерки и я думаю у вас получится. Отсмотрели видео, выпили кофейку бодряющую лечейку и поехали. Итак, первое, что я обязательно потребую, будем программировать, не будем программировать, кто-то может особо продвинутый получит задание на бумажке, вы должны на слово связанный список быстро очень реагировать рисование вот таких каракулей, должны из вас вылетать, P-лист в правом верхнем углу это указатель на первый элемент, то есть вы в памяти нарисовали чертеж или структуру связанного списка, дальше каждый элемент, а не такие квадратики разделенные пополам, содержит в себе некое значение, у нас это будет указатель на объект в памяти и указатель на следующий элемент. Последний элемент не имеет указателя на следующий за ним элемент, он хранит в себе нул значение, нул значение это признак того, что этот элемент последний. Вы можете конечно, я рекомендую рисовать эти каракули, мне они кажутся более так сказать понятными, но вы можете загуглить и многие из вас гуглят, имейте в виду, что не все иллюстрации, вот например, вот он нарисован, самая левая верхняя картиночка такая, это из википедии взято, ну понять, что это связанный список, ну я-то понимаю, я думаю вы поймете, но для начинающих совсем не очевидно и старайтесь рисовать понятные рисунки, дальше еще там пару картинок я нарисовал, вот например, под каракулями нарисован, все хорошо, но нету указателя на первый элемент, непонятно как такой объект существует, вот в левом нижнем углу самый, мне кажется, вменяемый связанный список показан, ну кроме того, что в последнем элементе next стрелочка нул, нет такого, в next в указателе если мы говорим IC++ хранится нул значение, то есть признак того, что указателя нет, но зато здесь показан first первый элемент, поэтому будьте аккуратны, лучше нарисуйте каракули, как я нарисовал, опять же, если у вас по каким-то причинам времени не хватит и вы позбиваетесь по дороге, не получится сделать работающий код на 5 со связанным списком, ну вы можете, ну не обливаясь слезами, но довольно, так сказать, грустно нарисовать не на бумажке и очень подробно про каждую стрелочку, про каждый квадратик рисовать, как вы собирались реализовывать связанный список, это будет 5 с минусом, но это тоже будет 5, так что дерзайте и свободное от созерцания роликов или программирования времени, но рисуйте каракуль такие, вот, рисовать шпаргалки, но имеет смысл большой, но все равно, так сказать, я могу, глядя на ваш рисунок на это сказать, а теперь нарисуйте двух связанный список, или нарисуйте кольцо, или нарисуйте бинарное дерево, и шпаргалка уже поздно будет рисовать, так что, или я нарисую что-то и скажу, что это я изобразил вам, вы должны сказать, а это двух связанный список, или недоделанный двух связанный список, или список, в котором что-то не хватает и так далее. Еще раз, облачка это объекты в памяти, п-лист это указатель на первый элемент, нам достаточно знать, каждый элемент имеет указатель на объект в памяти, на облачко, плюс указатель на соседний элемент. Опять же, один из вопросов, сколько времени потребуется для доступа, нет, допустим так, для доступа к второму элементу потребовалось n квантов времени каких-то, н микросекунд, миллисекунд, микросекунд, какое-то время t, ко второму время t, а к четвертому элементу сколько времени потребуется, вы должны сказать, что должно потребоваться времени пропорционально 2t, или 2t, или что-то, что коррелирует с 2t, чтобы было очевидно, что чем дальше элемент от начала, тем дольше к нему придется идти, то есть не только вы должны нарисовать, но и понимать механику работы, да, вот, или допустим я могу задать вопрос, как найти конец списка, вы должны бодро ответить, берем p-лист, от p-листа, от переменной идем указатель на первый элемент, у него берем указатель на следующий элемент, у него берем указатель на следующий элемент, берем указатель на следующий элемент до тех пор, пока в указателе на следующий элемент не будет нул, как только в указателе на следующий элемент будет нул, значит это последний элемент. То есть логику работы знать надо. Следующий. Следующий мы переходим уже непосредственно к код 4.5. Этот открыт проект 4.5 я оставлю нетронутым, но вы скорее всего из него попытаетесь сделать код на пятерку. Как мы договаривались, последовательно вы делаете код на тройку, из него код на четверку. Может быть вы заходите на 4.5, а потом на 5. Может быть вы из кода на четверку захотите перестроиться код на пятерку. А может я сразу дам задание такое красивое и вы будете его полномасштабно делать, а не последовательно, если уверен в своих силах. Поэтому давайте сделаем файл new. Короче за разъяснениями по каждому конкретному заданию будете обращаться и я вам буду давать. Абстрагируемся пока временно от того что сделали раньше и начнем новый проект. Сохраним его, я сохраняю его в папку, ну пускай она папка будет. Как мы договаривались, ага, 5, 5, вот она 5. То есть периодически соображения кода это не выкладываю вам, потому что ну смотреть код вы не выучите, если сами не сделаете. Лучше сделать. Все погнали, теперь пойдем в control f12, я комментирую каждое свое действие, а так нет, не control f12, сохранился. Первый юнит 1, cpp unit 1h отвечает за интерфейс, название глупое, но экономим время, форма 1, дальше что, добавляем новый юнит, кнопочка папочка с плюсиком, добавили новый юнит, так, прошу прощения, кнопочка файл new, сделаем через главное меню, юнит, юнит 2, cpp unit 2h сделали, сохранили, молодцы. Я опять же сейчас для упрощения вашего понимания напишу простой класс, класс пускай будет гайка, классы будут пустые совершенно, нам это не важно, пускай там будут какие-то, public int, какие-нибудь пустые классы будут, пускай будут, класс а, int value, здесь будет класс класс b, с точкой запятой, public, for value, пускай будут два датипных класса, они не связаны никакими отношениями, у них просто хранятся некие значения, одно значение пускай будет целочисленное, другое вещественное, все достаточно, никаких там у них не будет, вот для нашего примерного случая, не будет у них никаких там конструкторов, деструкторов, но вы будете писать связанный список, уже работа со связанным списком, на каких-то более-менее вменяемых классах, переходим к нашей форме, дальше, чтобы наша форма могла управлять связанным списком, есть несколько подходов, сейчас давайте сделаем паузу и вспомним, какие основные подходы есть для организации, бодренько, должны вы мне доложить четыре способа создания и использования связанного списка C++, самый первый, путь джедая, самому все наклепать, рассматривали, что связанный список, для того чтобы сделать, реализовать связанный список самому достаточно сделать два класса, первый класс будет класс для ноуда, для узла, для элементов списка и класс для самого списка MyList, пример рассматривали, посмотрите в тетрадочку и записывали, как и с чего начать, некоторые писали в рукопашный список, до какого-то места дописали, ну хотя до начала мне покажете, для того чтобы понимать как работают готовые связанные списки, конечно самому неплохо бы что-то там как-то попытаться сделать, да, перебрать двигатели самому, дальше, в C++Builder, внимание только там, есть tObjectList, то есть готовый класс, который реализует функционал связанного списка, одна засада, хранимые указатели на объекте должны быть классы tObject, вспоминаем полиморфизм, то есть полиморфный указатель, если указатель имеет тип tObject звездочка, значит он может указывать на объекты tObject или производные от него, на слух тяжело воспринимать, но это мы рассматривали подробно, в памяти всплывает, дальше, забегаю в конец, четвертый способ, это использовать параметризированные классы, которые, это техника параметризированных классов или темплейтов, в C++ есть очень сложный материал, если вы будете профессиональным программистом, вы рано и поздно к этому придете, но сейчас это низко не в тему, потому что с параметризацией разобраться довольно сложно, особенно если мы берем контейнеры, там надо знать, что такое итератор, довольно сложный синтаксис, но профессиональные программисты пользуются именно таким подходом, скорее всего это будет стандарт template library, которая реализована для различных платформ. И мы воспользуемся именно тоже характерным для C++ Builder, это третий пункт, намечен как т-лист. Т-лист встроенный класс, он хранит в себе, каждый элемент такого списка хранит в себе указатель на следующий элемент, а второй, вторая часть это указатель типа вой звездочка, указатель на все что попало. Мы воспользуемся именно этим, понимая, что вой звездочка указатель небезопасный и он может хранить в себе адрес чего угодно. Мы с вами договаривались, что если у вас на бумажке написан адрес, на нем на бумажке написан магазин кормов домашних животных, а потом на улице строитель дом 5 корпус 3, то понятно, вы не просто имеете адрес чего-то, а адрес магазина, если вам домашних кормов, если вам надо корм хомячку купить, то вы этой бумажкой воспользуетесь. Представьте себе, что у вас на бумажке написан не типизированный адрес, то есть указатель не типизированный, некий адрес там, улица тенистая, дом 18, ну и что вот если вы уж по каким-то своим причинам знаете, что там хранится, то там живет, допустим, ваш друг, то вы идете по этому адресу и да, стучите с криками там Вася выходи, а если это просто адрес непонятно чего, то вы туда приходите с криками Вася выходи, а там не дом вашего друга, а вот резители, к примеру, да, отделение полиции или тот же самый магазин кормов домашних животных, то есть вы пришли по адресу, а там не тот объект расположен. Но мы эту штучку слегка обойдем сейчас и для такого ученического кода использование Т-листа типа на нетипизированном вось звездочка, в принципе, оправдан достаточно в силу простоты. Но помним, что вось звездочка это нетипизированный указатель, которого не существует во многих языках программирования, высокого уровня объектно-ориентированных, а в C++ есть. Кстати, надо очень аккуратно. Да, для штаты эксперимента давайте все-таки сделаем класс А1 паблик А, пусть будет так, и класс А2 паблик А. У нас получается есть базовый, два производных. Тут у нас пускай будет intValue, тут будет intValue1, intValue2. А вот как-то так. То есть есть базовый класс, с которого наследуется класс А1, класс наследуется А2, который по наследству получает значение value и класс А1 добавляет value1, класс А2 добавляет value2. Но это обычная схема, где в наследовании что-то от базового, что-то производное. Теперь поехали в unit1cpp. Сделаем себе аккуратненько include, include unit2h. Ну и давайте в правите, в разделе правит объявим переменную tlist указатель, plist. Переменную tlist, plist под названием класса t или звездочка. А теперь, что? Надо создать связанный список. Давайте создадим связанный список на onCreate. Пишем plist new unit1cpp. Написали. На onDeстрой, на удаление формы plist делаем delete plist. Что у нас с вами получилось? У нас с вами получилось все хорошо. Создание связанного списка, удаление связанного списка. Это просто как объект. Теперь будем делать добавление элементов. Добавление элементов давайте сделаем так вот. Добавим tbutton. кнопочка 1, кнопочка 2, кнопочка 3. Первая кнопочка будет с... и добавим tedit. Там пускай по умолчанию свойство текст заколотится. Но значение пускай будет по умолчанию ноль. Нолик. Нолик. Ну пускай второе значение будет какое-то у нас будет. Тоже нолик. Здесь будет создать объект номер 1. Объект класса A1. Так и текст напишем. Create A1. Здесь будет Create A2. Create A2. Очень хорошо. А здесь будет кнопка Out. Кнопка Out. Будет нам выбрасывать tmemo. Сюда будем выбрасывать. Ну и ближайшие 10 минут будет довольно угрюмое кодирование. Поехали. На Create A1. Мы должны создать объект класса. Прям так и делаем. У нас на Create A1 объект класса. Две перемены давайте. int a присвоить. str to int. Edit A1. Текст. Оп. Ну. Подскачек сработал. Edit A1. Текст. Хорошо. int. Давайте. Чтобы для простоты пуска будет x1. x2. Strat to int. Edit A1. Текст. Это мы из интерфейса соскребли данные. Дальше. Создаем объект. a2. Указатель tmp присвоить new a2. tmp. Это мы создали объект. В памяти указатель. Для него хранится переменная tmp. value1 присвоить x1. tmp value2 присвоить x2. x2. Вот теперь добавляем связанный список. p-list. Делаем add. Что сделает связанный список? Связанный список добавит новый элемент. В конец. Сам зацепит туда новый элемент. В конец списка добавит. Прицепит его к последнему, который теперь предпоследний. и занесет туда значение tmp. То есть занесет туда адрес свежесозданного объекта. Вот он сделал. Все. На кнопку. Клей 2. Картиночки можно в конспекте посмотреть. Смотрим. Давайте. Первый. Пускай будет A1 все-таки. 1. Ага. В lab. А в тайге. Там соответственно Tmp стоп. 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 В с aveю. value присвоить x1, ну аккуратненько там посмотрите, вам все подсказчик-то выдаст, что выдаст. А во второй раз соответственно мы собираем а2 value и value 2, ну посмотрите аккуратненько по коду, сохраняем ctrl f9 компилируется, компилируется, вроде все нормально пока, пока мы наблюдаем, все хорошо закомпилировалось, ага, дебагу готовы. Так, дальше что, прогонять программу можно и даже полезно, пускай будет первый элемент будет создали, 2, 3 создали элемент 2 и 1, 3 пускай создали элемент опять класса A1 и добавили в список. На кнопку out ничего нет, пишем кнопку out, пишем кнопку out, на кнопку out пишем, пробегаемся по связанному списку int и присвоить 0 и меньше. Чему? Пробегаем до последнего элемента, playlist count. Что такое count? А вот есть такое свойство count, количество элементов и плюс плюс. Дальше. Берем, мы не знаем какой там хранится объект, какого класса, A1 или A2, но по логике кода мы знаем, что A1, что A2 производные от класса A, то есть если мы будем считать, что мы храним объект класса A, не A1 и A2, а A, то есть базовый класс, мы не ошибемся, ну по логике нашего кода. Здесь опять конечно не совсем безопасно, но этот код писали мы, мы точно знаем, что мы создаем либо A1, либо A2, то есть работа полиморфизм. Берем A, звездочка, TMP присвоить. Откуда берем? Из текущего элемента, playlist, items, it. Попытка откомпилировать этот код должна привести к небольшой неудаче. Почему? Читаем внимательно, cannot convert, cannot convert, void звездочка, то A звездочка. Вот это вот, void звездочка, как мы с вами говорили на слайде, что это void звездочка не типизированный указатель. TMP типизированный указатель, тип A звездочка, соответственно нужно преобразовать. Здесь очень сильное предположение будет. То есть мы берем и говорим, что мы знаем, что в связанном списке хранится void звездочка, не типизированный указатель, а мы его сами волевым путем приводим к A звездочке. Шанс ошибиться, как идет про блондинку. Какая вероятность встретить динозавра на улице? 50% либо встретить, либо не встретить. Соответственно здесь мы можем попасть не в указатель на объект класса или производный, а попасть во что-то другое. Но это помним, что код небезопасный. Unsafe. Вот. Поэтому лучше наследовать либо T-Object, использовать T-Object List, либо да, уже выкручиваться через параметризированный класс или шаблоны. Но здесь считаем, что там все хорошо, хотя мы не очень unsafe. Теперь берем memo1, lines, делаем add, а засовываем туда что? Теперь у нас уже TMP, это типизированный указатель, из него можно взять value. Почему мы не видим value1 или value2? Не видим, потому что они в производных классах появляются, а мы имеем базовый. Указатель на базовый. Указатель на базовый, соответственно мы видим только базовый. Ну и соответственно еще бы надо бы int to str перевести, поскольку компонент memo питается целыми строками. А мы от mpv-list это целое. Все затолкали. Все, на этой оптимистической ноте можно запускать программу на отладку. Смотрим. 1, 2. Создали, создали. Второй, 2, 3. Создали, создали. Теперь делаем 45, 78. Создали, создали. Ремоут. Ну, аут получился нормально. Вот, вылетело. Последнее, что надо директовать в этой программе, да делать в этой программе, это уничтожение. Когда мы делаем delete-plist, мы тем самым убиваем на самом деле только связанный список с его элементами. Но мы не убиваем хранимые объекты, вот эти облачка, которые на слайдах были нарисованы. Поэтому пробегаемся. For, цикл-то можно взять тот же самый, int, и присвоить 0, и меньше, plist, count, и плюс-плюс. А в середину врубаем тот же самый код, его можно даже скопировать. Я копировать не буду из педагогических соображений. А звездочка. ТМП присвоить. Plist. Plist. Items. Items. Itty. Приведенный к типу. А звездочка. Зачем мы вызвали дух хранимого объекта? Типизировали. С тем, чтобы убить. Delete. ТМП. Давайте обратимся к слайду, который у меня был. Слайдик, слайдик такие себе красивые. Да? И на этом слайдике. На этом слайдике. Давайте вот на этом слайдике. Посмотрим. Эх, не пошло. Сначала мы... Вот если мы сделаем delete plist, мы убьем только вот эту часть списка. Вот эту часть списка. Вот она. Delete plist делает вот это только. Бац. А хранимые объекты останутся неудаленными. Поэтому мы сначала пробегаемся по всем элементам списка. И аккуратненько делаем delete этому. Потом делаем delete этому. Берем каждый из них. Убиваем этот. И последним действием мы с вами убиваем вот этот. Бум. Все логично. Все логично. Вопросы есть. Вопросов нет. То есть код нам понятно как работает. Delete mp. Delete mp. Я могу вас попросить на экзамене врубануть сюда деструкторы. Да, с чем? С тем, что мы с вами посмотрели. Срабатывают ли конструкторы, срабатывают деструкторы. Опять же, отладчиком. Отладчиком пользуется умеем. Все. На этой оптимистической ноте мы с вами расстаемся. Рассмотрев технику использования связанных списков. Create. 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 A2. 9. 9. 6. Create. Да. Out у нас получается. Да. Ну и, соответственно, на закрытии формы. Событие on destroy. Вызовется форма destroy. Может быть, отладчиком мы пройдем и посмотрим, что каждый хранимый элемент удалился в списке. А потом удалился весь список со своими объектами. Это надо знать. Спасибо за внимание. Готовимся к экзамену. Напряженненько, бодренько. Скидки никого не будет. Работа в режиме стресса. Когда часики капают, а вам нужно готовиться к экзамену. Это очень полезно. Сама организует по жизни. У вас будет меньше проблем с тем, чтобы сконцентрироваться и застечь серьезную работу. Для современного человека успешного, который много работает и хорошо зарабатывает, это умение собраться и что-то сделать. Это скилл номер один. Потому что если вы умеете это делать, вы освоите программирование, тестирование, продажи, управление проектами, любую квалификацию, инженерию, проектирование и так далее. То есть, помимо, так сказать, приятного эффекта изучения C++ и основа объекта ориентированного программирования, вы конкретно прокачиваете свои личностные качества. Соответственно, так же на экзамене. Я не пытаюсь вас невротизировать, чтобы вы довольно жесткой атмосферой. Я буду не таким благостным, как на лекции. Но я это буду делать не потому, что мне это жутко интересно или нравится, а потому, что это полезно для вас. Будем считать разыгрывать ситуацию взрослую. Что я заказчик, а вы исполнитель. Но там всякая дружба заканчивается, начинаются довольно жесткие отношения, поскольку есть конфликт интересов. Вам хочется поменьше сделать, а мне хочется, чтобы вы побольше сделали. Найти баланс бывает сложно. Надо уметь переговариваться, уметь правильно документацию по проекту вести, умение доставлять договоры. То есть, там куча таких полезных скиллов, но залог хороших отношений и отсутствия трений в IT-бизнесе, это то, что вы умеете сосредоточиться и быстро все сделать. Даже если были какие-то ошибки, просчеты, если я вижу, что мой исполнитель работает на 100%, он получает скидки, получает доп. ресурсы, получает продление срока выполнения проекта и так далее. Все, что вы сейчас чем-то занимаетесь, не надо думать, что мы сейчас позанимаемся вот этим, а потом войдем на взрослую жизнь и тому и все по-другому, и тому и все то же самое, только гораздо жестче. Все, удачи, смотрите мотивационные ролики и тренируйтесь писать такие программы. Увидимся на экране. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова